Планета Марс, покровительствующая Овну, наделяет его неиссякаемым запасом энергии и жизненных сил для героических свершений. Его поведение отличается импульсивностью, а поступки – непредсказуемостью. Энергичность и лидерские качества позволяют ему оказывать влияние на окружающих. Своим предприимчивостью и мужественностью он заслуживает уважения многих, однако из-за неосторожности и дерзости доживает и немало врагов. Неудивительно, что Овен привлекает своей харизмой к себе многих поклонников и многим отвечает взаимностью, поэтому до брака, как правило, Овна уже имеет приличный багаж отношений и даже разбитых сердец. Овнов, начинающих взрослую жизнь, нельзя назвать самым разборчивым в партнерах знаком. В целях экспериментов личной жизни отнюдь неблагоприятная совместимость, а погони за страстью и новыми ощущениями. Так давайте же узнаем, с каким знаком зодиака Овна – самая лучшая и самая худшая совместимость. Лучшая совместимость у Овна с близнецами. Почти идеальная совместимость, у них много общего, они оба свободолюбивы и импульсивны. Любят узнавать что-то новое и не боятся экспериментировать. Они больше, чем просто любящая пара, они лучшие друзья и партнеры. Овен и Скорпион. Это очень сложный, но страстный союз. В то время как Овен придает Скорпиону энергию, Скорпион придает Овну глубину. Это действительно может стать откровением, союзом, который стимулирует личность и рост и самосовершенствование. Или это может превратиться в тяжелое испытание, которое приведет к эмоциональной травме. Они оба довольно вспыльчивы и амбициозны, но легко приспосабливаются и уважают друг друга. Овен и Стрелец. Это может быть брак, заключенный на небесах. Они оба спонтанны и энергичны, и им нравится быть в центре внимания. Стрелец может завоевать прямолинейного Овна хитростью и любовью, а Овен может потакать всем желаниям своего партнера. Они невероятно совместимы и в постели, что придает их отношениям еще больше красок. Овен и Лев. У этих отношений есть отличный шанс стать счастливыми. Если Лев сможет преодолеть свою гордость, а Овен, конечно, не попытается установить абсолютный контроль над своим партнером, они могут дразнить друг друга, чтобы рожать страсть, и с большим энтузиазмом искать что-то новое. Желание заботиться о своих детях вместе только укрепляет их связь. Им просто нужно научиться идти на компромисс. Худшая совместимость – Овен и Дева. Они видят отношения слишком по-другому. Дева предпочитает таинственность и романтику. Овен всегда требует чего-то нового. Овен часто думает, что Дева слишком придирчива и чувствительна. Дева считает, что Овен группой бы ненадежен. Все это будет постоянным источником раздражения, которое довольно скоро приведет к расставанию. Овен и Рыбы. Так много конфликтов, сложностей и негатива, что трудно понять, как эти двое могут быть вообще вместе даже на один день. Такая пара может существовать только в том случае, если у них есть какие-то серьезные обязательства, друг перед другом. Овен-Телец. Это два совершенно разных существа. Овенам нравится их свобода, в то время как Телец стремится к стабильности и комфорту. Овен не в восторге от этого факта, что Телец слишком традиционен, когда дело доходит до близости. Тельцу не понравится напор Овна. Следует отметить, что гороскоп совместимости – не самая точная вещь на свете. Выяснить, насколько вы совместимы со своим партнером, может оказаться непросто. В конце концов, каждый человек уникален, и то, как люди строят отношения и видят их, тоже может быть довольно разным. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ведь впереди вас ожидают еще много интересных видео.